Издательство «Эксмо». Фальшивая графиня. Она обманула нацистов и спасла тысячи человек из лагеря смерти. Авторы Элизабет Уайт и Джоанна Слива. Когда Янина вернулась к себе в офис, то обнаружила там отца Санти, который ждал ее с тревожными новостями. Эсэсовцы заставляли вольно наемных в трудовом лагере для евреев-военнопленных на Липовой улице переодеваться из формы в гражданскую одежду, отчего многие отказывались. Поскольку требования немцев противоречили международным законам, Янина доложила об этом своему командующему ВАКа, полковнику польской армии под кодовым именем Лодзя. Ночью Янина слышала эпизодические автоматные очереди, но раздавались они вроде бы не чаще, чем обычно. Однако на следующее утро она получила грозное сообщение. Всех заключенных лагеря, две тысячи человек на Липовой улице, вывели под охраной СС в направлении железнодорожной станции и Майданика. Многих расстреляли по дороге. Янина обратилась к своим контактам на станции. Заключенных туда не приводили и транспортов не ожидалось. Скорее всего заключенных отвели в трудовой лагерь на старом аэродроме, либо чуть дальше, в Майданик. Полковник Лодзя дал Янине задание узнать точно. У себя в кабинете Янина обнаружила Ханку, свою ассистентку. Лицо у той было заплаканное. Ее семья жила неподалеку от Майданика, и на рассвете они слышали пулеметный огонь, доносившийся из лагеря. Янина решила поехать вместе с шофером, забиравшим бидоны из-под супа из Майданика в тот день. Проезжая мимо старого аэродрома, она присмотрелась, что там делается. Обычно по лагерю ходили заключенные, но в тот день за оградой было пусто. Когда они подъехали к Майданику, оказалось, что дорога перекрыта. Вооруженные охранники приказали им возвращаться в город. Янина попросила водителя съехать на обочину возле старого аэродрома. Под ледяным дождем она подошла к домику возле дороги и спросила женщину, которая открыла ей дверь, не видела ли та в лагере чего-то необычного. Женщина рассказала Янине, что на рассвете ее разбудил какой-то шум с дороги. Выглянув в окно, она увидела, как тысячи фигур бредут вперед в полутьме, подгоняемые криками немцев и лаем овчарок. Они шли в направлении Майданика. Янина поняла, что заключенных с Липовой улицы и со старого аэродрома перевели в Майданик. Она знала, что лагерь и так переполнен, и не представляла, каким образом в нем поместится еще несколько тысяч узников. Сообщение Ханки о пулеметном огне в то утро наводило на страшную мысль. СС-овцы расстреливали часть заключенных, чтобы освободить место для других. Вернувшись к себе в кабинет, Янина позвонила адъютанту Мельцера в Майданик. Он коротко сообщил ей, что в лагере теперь новый комендант, и он слишком занят, чтобы уделить ей внимание. Янина объяснила, что поскольку Люблинский комитет поддержки не сумел утром увезти бидоны, ей надо получить подтверждение, что доставку на следующий день все равно можно осуществить по графику. «Нет, в четверг в лагерь они тоже не въедут», — ответил адъютант. Потом добавил, ухмыльнувшись. «Завтра у заключенных и так будет много еды». Янина еще раз позвонила в Майданик и попросила переключить ее на службу, выдававшую пропуска. Как она и предполагала, трубку взял Петрак, хотя он почему-то не представился. «Когда у ГОС будет возможность осуществить следующую доставку?» — спросила она. Петрак посоветовал перезвонить завтра и уточнить, можно ли перенести доставку на пятницу. У Янины был приказ от ее командующего выяснить, что происходит, и она намеревалась выполнить его. В четверг она поехала к Ханке и одолжила у ее родных лошадь с повозкой, сказав, что у нее есть дело в замосте. Поскольку основные дороги к Майданику со всех сторон были перекрыты, они двинулись по проселку через поля и подъехали к лагерным огородам. Наблюдая за лагерем, они увидели черный дым, поднимающийся поблизости от нового крематория. Однако дым шел не из его высокой трубы. По Люблину уже разлетелись панические слухи. Всю среду со стороны Майданика доносилась стрельба. Люди, жившие на холме над лагерем, рассказывали, что видели с крыш своих домов сотни вооруженных эсэсовцев и клубы оружейного дыма, а еще группы голых людей, которых гнали от поля пять в направлении огня. Два дня гражданским рабочим был закрыт доступ в лагерь. Вспоминая о черном дыме, который она видела за территорией лагеря, и о замечании адъютанта, что у заключенных будет и так много еды, Енина склонна была согласиться со всеобщими опасениями, что эсэсовцы ликвидируют заключенных Майданика. Однако, когда она позвонила насчет переноса доставки супа на пятницу, Петрак сообщил, что грузовикам позволят проехать. Енина уведомила об этом полковника Лодзю. Он сказал, что это может быть ловушка, но они сошлись на том, что стоит рискнуть, чтобы убедиться, что в Майданике еще остались живые заключенные. Однако никакой контрабанды в этот раз. В пятницу Ханка настояла на том, чтобы сопровождать Енину в Майданик. Прежде чем увидеть лагерь, они заметили столбы густого черного дыма, поднимавшегося над ним. В сопровождающие им назначили дружелюбного тирольца. Он забрался в кабину грузовика с мрачным видом и против обыкновения молчал всю дорогу до лагеря строгого надзора. Перцановская ждала возле поля один. Лицо у нее было белее мела, а в покрасневших глазах застыл ужас. «Удивительно, что вас пропустили», — прошептала доктор. «У нас тут настоящий ад. И вчера, и позавчера. Если они хотят перебить и нас вслед за евреями, пусть сделают это быстро». Енина постаралась подавить тошнотворный ужас, поднимавшийся у нее внутри. Перцановская явно в шоке, заключила она, и, возможно, ее слова не означают того, о чем подумала Енина. Она попыталась показать Перцановской, что находится в грузовике, надеясь приободрить ее, но доктор не проявила никакого интереса. «Нам конец. Всем нам», — сказала она, словно в трансе. «Вам нужны какие-то лекарства для ваших пациентов?» — спросила ее Енина. «Нам больше ничего не нужно и не понадобится». После паузы доктор посмотрела на Енину. «Я рада, что вы смогли приехать сегодня, что мы смогли повидаться». Потом она развернулась и пошла прочь. На поле 3 Енину обычно дожидались и евреи, и польские заключенные, которые разгружали корзины и бидоны, но в тот день там были только поляки, как и на поле 5. Узники, разгружавшие продовольствие, выглядели подавленными. Даже эсэсовцы и Капо в лагере казались хмурыми, несмотря на присутствие Ханки. Изио не было на его обычном посту. «Где все остальные?» — спросила Енина Боржельского. «Их нет», — ответил он. «А Изио?» — «Никого нет». Потом он добавил. «Дни и ночи — сплошной кошмар». Когда продукты разгрузили, Боржельский обратился к ней в официальном тоне. «Я хочу с вами попрощаться. И да защитит Господь всех нас». Потом он отошел. Ханка наклонилась к уху Енины и прошептала. «Я больше не могу. Такое ощущение, что они знают что-то страшное, что случится с ними всеми». Пока они ехали обратно к посту охраны, Тиролиц внезапно тихонько сказал. «Все евреи мертвы». Он сделал паузу, а потом добавил. «Что они делают? Разве они не знают, каковы все люди?» Прежде чем вылезти из грузовика возле поста, он оглянулся на Енину и сказал. «Сохрани вас Господь, мадам». Унылые Енина с Ханкой поехали обратно на Любартовскую, храня молчание. В кузове гремели пустые бидоны от прошлой доставки, и Енина попросила проверить их. В днище одного бидона они нашли длинное письмо. Там говорилось, что за 36 часов были уничтожены все евреи, заключенные Майданика, а также лагерей на Липовой улице и на Старом аэродроме. Авторы письма были уверены, что поскольку Германия проигрывает войну, СС планирует истребить всех узников, чтобы не осталось свидетелей их зверств. Авторы письма выражали сомнение, что еще когда-нибудь увидится с Ениной, и говорили, что записывают все произошедшее, просто чтобы не сойти с ума. Если она получит письмо, предупреждали они, пусть больше никогда не показывается в лагере. Бойня началась на рассвете 3 ноября, сообщали авторы письма. Они слышали стрельбу, потом начала играть музыка из громкоговорителей, размещенных на машинах, которые раскатывали по лагерю. В перерывах между вальсами, маршами и танго до них доносился грохот выстрелов и крики. На утренней перекличке всем евреям велели отойти в сторону, а потом погнали их на поле 5. Эсэсовец сказал авторам, что с евреями пора кончать, и описал, что будет происходить. Евреев заставляли раздеваться до гола в бараках, а затем группами по 10 гнали к прорехе в колючей проволоке через строй эсэсовцев к 100-метровому рву, пролегавшему за крематорием. За некоторое время до массовых казней 300 евреев были выгнаны на работы. Копать это троф, якобы для защиты при воздушных налетах.